Коллеги, доброго дня. Тема сегодняшней презентации модернизация приемного отделения отделения скорой медицинской помощи использование технологии Point of Care в оценке тяжести состояния пациентов с коронавирусной инфекцией. Данный материал презентации предоставлен доктором Полем Джаррисом, медицинским директором компании Эббот по направлению Point of Care. И все данные, которые получены, основаны на его 20-летнем опыте работы в качестве врача отделения скорой медицинской помощи в госпитале Канте-Дале, одного из трех крупнейших госпиталей в Великобритании. И необходимо отметить, что результаты, которые продемонстрированы в данной работе, относятся к этому конкретному медицинскому учреждению. Проблема для отделения скорой медицинской помощи для приемных отделений в нашей стране, собственно говоря, во всем мире одна и та же. Эта проблема переполнена с большим потоком пациентов. Чаще всего эта проблема возникает тогда, когда возникают какие-то катаклизмы, когда возникают техногенные катастрофы. И нередко в Великобритании можно встретить заголовки газет, когда пациентов просят не обращаться в отделение скорой медицинской помощи без крайней на то необходимости. Или же клиника информирует о критическом количестве пациентов, поступающих в отделение скорой медицинской помощи. Что не так в системе оказания стационарной помощи, в экстренной медицинской помощи? Если вы посмотрите типичную схему работы отделения скорой медицинской помощи, то она представляет собой непрерывный поток. С левой стороны пациент приходит в госпиталь, пациент подвергается осмотру, подвергается триажу. Дальше проводятся различные процедуры, назначаются дополнительные анализы, анализы крови, электрокардиографии, рентген и дополнительные исследования. И когда пациент пройдет все эти этапы, после этого решается вопрос оставить пациента дальше для дальнейшего лечения в госпитале и перевести в соответствующее отделение, или же необходимо этого пациента выписать. Если вы посмотрите согласно этой схеме, все достаточно логично, все просто, и поток движения пациентов достаточно простой. Но треугольнички, которые здесь отмечены, между различными этапами, когда пациент получает лечение, это временные интервалы задержки, которые связаны с когда пациент ожидает помощь и не получает никакого решения. И подсчитали, что эти временные интервалы соответствуют более 90% времени, проведенным пациентом в госпитале. В чем на этапе приоритизации и сортировки пациентов все достаточно стандартно. Пациенты делятся на 4 или 5 групп. Первая это те пациенты, которых необходимо осмотреть немедленно. Вторая группа пациенты очень ургентные, они нуждаются в медицинской помощи и в осмотре в течение 10 минут. Собственно говоря, это пациенты, которые имеют проблему с дыхательной системой, серьезные или, это сказать, гемодинамически нестабильные пациенты. Эти пациенты сразу переводятся в отделение интенсивной терапии приемного отделения. Другая группа пациентов это ургентные пациенты, желтая группа, это те пациенты, которые не должны быть осмотрены в течение 60 минут. Это также пациенты могут быть с низкой сатурацией кислорода, испытывающие различные боли. То есть эта группа пациентов составляет примерно 70% от всех поступивших пациентов. Какой процент пациентов, которые относятся к первой и второй группе, к счастью, этот процент небольшой, это порядка 5-10%. Ну и, конечно, часть пациентов, которые осматриваются стандартно в течение двух часов и несрочно. Несрочно это те пациенты, которые не нуждаются в оказании срочной помощи и, собственно говоря, не являются пациентами для стационарного, для приемного отделения больницы. Здесь показано распределение пациентов на зоны в зависимости от приоритизации. И понятно, что в результате сортировки пациенты, нуждающиеся в реанимации, пациенты первой и второй группы поступают в отделение интенсивной терапии для стабилизации состояния. Но основной большой поток пациентов, который затрудняет работу приемного отделения, отделения скорой, стационарного отделения скорой медицинской помощи, это пациенты, как правило, третьей и четвертой группы. Традиционная схема работы представлена здесь. И если вы посмотрите, данная схема имеет два узких места, два узких горлышка. Прежде всего, это этап после сортировки и осмотром врача, и второй этап, который связан с лечением и переводом этого пациента из отделения скорой медицинской помощи на выписку или перевод в профильное отделение стационара. Рассмотрим поподробнее. Сортировку в Великобритании осуществляет медицинская сестра. Как правило, это опытная медицинская сестра, которая 9 пациентов на одну из этих пяти групп. Дальше требуется осмотр врача, который дает дополнительные назначения, и после этого осуществляется сестринский уход и выполняется назначение, связанное с проведением анализов и дополнительных диагностических исследований. И дальше, когда результаты исследований готовы, результаты анализов готовы, требуется повторный осмотр врача для того, чтобы определиться по дальнейшей тактике. Назначается лечение, ну и дальше решается вопрос о выписке пациента. Здесь представлен типичный случай пациента, который обращается в отделение, стационарное отделение скорой медицинской помощи с болями в грудной клетке. У этого пациента я отмечаю, что по ЭКГ нет подъема сегмента СТ, то есть этот пациент с не стеми, потому что если бы этот пациент был с стеми, то он бы сразу же пошел бы в котлок. В данном случае есть боли в грудной клетке. Пенсионер это пациент таксист, то есть пенсионер в прошлом таксист, боль за грудиной возникла 2 часа, а дальше поступает в приемное отделение, осуществляется осмотр врача, триаж этого пациента, необходимые анализы делаются, обеспечиваются доступ, проведение анализов биохимии, общий анализ крови, обязательно проводится анализ на тропонин и в результате их анализов получается положительный тропонин-тест, назначается аспирин и пациент переводится в профильное отделение и решается вопрос о срочном проведении коронарографии. Становится все понятно, но если возникают ожидания и задержки в приемном отделении, то это приводит к повышению летальности, это очень важно помнить. Доктором Колем Джарвисом в отделении была предложена немножко другая модель оказания помощи, которая позволила улучшить прохождение пациентов и сократить время пребывания пациентов в отделении скорой медицинской помощи. В чем суть данной модели заключается? Суть данной модели заключается, что когда пациент поступает по скорой помощи или обращается в клинику самостоятельно, то сортировку пациентов и проведение анализа point of care осуществляет триажная сестра. Что я имею ввиду? Пациент поступает, триажная сестра определяет группу пациентов и к какой группе относится пациент и в зависимости от синдрома, который развивается, назначаются те анализы, которые необходимы. Далее врач уже осматривает этого пациента с анализами да и не требуется времени на назначение дополнительных анализов и на проведение их на ожидание и врач уже назначает лечение. А дальше происходит перевод или выписка пациента из стационара. Очень важный момент. Сортировку пациента и point of care осуществляет триажная сестра вместе с самым опытным врачом. А врач отделения скорой медицинской помощи может быть менее опытным врачом, потому что его задача лишь назначить лечение, получив результаты анализов. Это могут выполнять ординаторы. За счет этого сокращается время. Использование данной системы в госпитале Кандидали повело к тому, что время до первичного осмотра врача сократилось, потому что врач осматривает пациента вместе с отриажной сестрой. Второй момент очень важный. Сократилось время до осмотра врачом отделения скорой медицинской помощи и, что немаловажно, общее время нахождения в отделении пациента значительно сократилось. Вопрос возникает следующий. Где в отделении скорой медицинской помощи лучше поставить анализатор point of care, где можно выполнять газы крови, электролиты, оценивать тропонин, оценивать BNP, оценивать коглогический статус. С одной стороны, целесообразно поставить анализатор там, где коллекционируются наиболее тяжелые пациенты первой и второй группы в палате интенсивной терапии. Но объем анализа, который выполняется в данном отделении, то есть в палатах интенсивной терапии составляет всего лишь 10% от общего объема экстренных анализов, которые выполняются в отделении скорой медицинской помощи. Если поставить анализатор в центр, то, собственно говоря, мы говорим о стационарном анализаторе настольном, то это будет равно удалено от всех служб, все будут бегать к этому анализатору, это будет не совсем удобно, будут большие затраты времени. Выходом из сложившейся ситуации является использование переносных аппаратов, позволяющих проводить анализы непосредственно у постели пациента рядом с пациентом. И еще немаловажный фактор, используя технологии поинтовки, меньше вероятность перепутать образцы крови при анализах, что важно, и меньше вероятность быть отвлеченным в процессе выполнения анализов при использовании переносных систем. Есть ряд проблем, которые связаны со стационарными газоанализаторами, мы не будем на них останавливаться, но одна из них, что они очень часто требуют ежедневного обслуживания и зачастую расположены далеко от места взятия образца. где выгоды использования технологии поинтовки в приемном отделении, в стационарном отделении наиболее оптимальны, где использование данных технологий повлияет на ускорение, на сокращение времени пребывания пациентов в приемном отделении. Это в основном две группы больных. Первая группа больных это те пациенты, которые находятся в критических состояниях, это те пациенты, которые требуют незамедлительных действий и постановки какого-то синдромального диагноза, это пациенты с болями в грудной клетке, пациенты с сепсисом, с хоблом, с диабетическим кетоацидозом, это те пациенты, которым требуется срочное проведение КТ-исследования, пациенты с инсультом, а также пациенты, тяжесть состояния которых по шкале НЮС составляет больше двух. Это одна группа. Вторая группа пациентов это те пациенты, которые попали в отделение скорой медицинской помощи, но это те пациенты, которые потенциально будут на выписку. Это пациенты с почечной недостаточности, это пациенты пожилые, у которых возникло падение, это пациенты, которые перенесли гипертонический криз, это пациенты с травмами почек. Этим пациентам долго находиться в отделении скорой медицинской помощи нет никакой необходимости. И спектр анализов, которых необходим для пациентов, находящихся в критическом состоянии и пациентов, которые на выписку, он достаточно похожий. То есть всем пациентам необходимо оценивать биохимию, необходимо оценивать электролиты, оценивать почечную функцию. Части пациентов необходимо оценивать кардиомаркеры. Кому-то из пациентов необходимо оценивать обязательно газы крови и определять уровень лактата. Здесь приводится шкала Ньюс, которая используется в этом госпитале и в Великобритании. Шкала достаточно удобная. Она позволяет определять тяжелых пациентов на этапе обращения и включает в себя ряд параметров. Если по данной шкале количество баллов у пациента будет больше двух, пациент относится к группе пациентов тяжелых и требует пациентов незамедлительного внимания и непосредственной работы с ним. Показатели достаточно простые. Это частота дыхания, это сатурация кислорода, получает пациент кислород или нет, температура пациента, систолическое артериальное давление, ЧСС и уровень сознания. Приведен также есть другой способ использования технологии Point of Care в крупных госпиталях в госпитале Sound Lake Торонто, Канада. Данный прибор Аистат был введен в эксплуатацию в мае 2016 года. На что это повлияло? Изменение работы отделений вместе с использованием технологии Point of Care время пребывания пациента в клинике, которым использовался для оценки системы Point of Care сократилось в среднем на 193 минуты более чем на 3 часа. Что важно? Использование технологии Point of Care помимо удовлетворенности врачей, помимо ускорения работы отделения скорой медицинской помощи или приемного отделения позволяет также улучшать удовлетворенность пациентам качеством оказания лечения с одной стороны. А с другой стороны в данном госпитале было продемонстрировано, что количество тестов ежедневных снизилось на 16% и привело к ежегодной экономии 170 тысяч канадских долларов. Уважаемые коллеги, заключая первую часть нашей презентации, я хочу сконцентрировать ваше внимание на два аспекта. Что использование технологии Point of Care приводит к сокращению времени пребывания пациентов в приемном отделении или стационарном отделении скорой медицинской помощи, снижению количества исследований и повышению удовлетворенности пациентов оказанием медицинской помощи. Вторая часть нашей презентации посвящена злободневной теме пациентам с коронавирусной инфекцией. Использование технологии Point of Care в оценке тяжести состояний данных пациентов. Всем хорошо известно данная инфекция. Данная инфекция вызывает острый респираторный синдром. Случаи протекают коронавирусная инфекция очень похожа на парагрипп по клинической картине. Возникает повышение температуры, возникает сухой кашель и возникает слабость. Без специфических тестов точно диагностировать коронавирусная инфекция или не коронавирусная инфекция достаточно сложно. Опасностью данного заболевания является резкое подавление иммунитета и от 1 до 5 процентов погибают в результате данной инфекции на фоне развития осложнений. Инфекция приводит к развитию пневмонии от умеренной пневмонии до тяжелой приводит к развитию у ослабленных пациентов респираторного десерсиндрома сепсиса и септического шока. К сожалению, в настоящий момент патогенетического лечения не разработано и возможно итиотропного лечения не разработано и возможно лишь что сделать это поддерживать обеспечение организма предлагая пациентам поддержку кислорода. Самый простой способ это кислородная маска у пациентов с компрометированными дыхательными путями можно использовать СИПАП-терапию в более тяжелых случаях это при тяжелом развитии пневмонии необходима интубация и вентиляция и крайне редко прибегают врачи к проведению экстракорпоральных технологий. Естественно, на этапах интубации и использования экстракорпоральных технологий очень важно использование систем, позволяющих дополнительно оценивать состояние пациента. Парциальное давление кислорода необходимо оценивать, а при использовании экмо не только газы клуберной крови оценивать, но и активированное время свертывания и другие показатели. Какие проблемы несет себя коронавирусная инфекция? Прежде всего, пандемия это большой вызов для всей системы оказания медицинской помощи. Потому что ни для кого не секрет, что помимо случаев коронавирусной инфекции и большого объема пациентов, которые поступают в больницу, в клинику поступают пациенты и с обострением бронхиальной астмы, и пациенты с банальной пневмонией, и пациенты с инфарктами Акарда, и с нарушением мозгового кровообращения и с массой других причин. Все это и ложится большим временем на систему здравоохранения. Второй момент, который необходимо помнить, что очень важно по возможности эти потоки пациентов разделять и иметь специализированные госпитали или специализированные отделения, которые позволяют оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и там, где это возможно, изолировать пациентов с легкими формами на дому. Использование технологии Point of Care на примере Аистата позволяет решить ряд вопросов, связанных с лечением данной группы пациентов. Прежде всего, технологии Point of Care за счет сокращения времени оборота от момента взятия образца крови до получения анализов позволяет более эффективно использовать время и ресурсы и ускорять процесс принятия решений и лечения. Второй момент, который важный, это сокращается риск контаминации и кроссинфекции, потому что прибор не выносится из того места, где проводятся анализы и нет никакой необходимости передавать образцы крови в лабораторию и получать результат обратно. И с успехом система может использоваться для триажа, для деления пациентов, для определения тяжести пациентов, а также для лечения пациентов в комьюнити госпиталях, как это в Великобритании. Здесь представлены несколько вариантов возможных использования системы Айстат в оказании помощи на дому. Система позволяет проводить самые простые тесты, можно оценить газы крови, можно оценить электролиты, гемоглобин, глюкозу и благодаря этому принять решение, нуждается пациент в госпитализации или же нет. С другой стороны, можно ранее выявить электролитные нарушения, потому что очень часто у пациентов, у которых кашель, происходит потеря воды, потеря жидкости и ранее выявление электролитных нарушений может быть выявлено с использованием картриджей системы Айстат. В emergency госпиталях, полевых госпиталях, которые используются для наблюдения за пациентами с коронавирусной инфекцией, использованная система позволяет делать быстрый триаж пациентов, обеспечивать необходимые результаты в течение 15 минут, также оценить электролитные нарушения, почечные нарушения, оценить газы крови, глюкозу. Но здесь нужно использовать и дополнительно другие системы, которые позволяют определить быстро уровень цели активного протеина, посчитать количество лимфоцитов, то есть оценить общий анализ крови и также необходимы тесты, которые позволяют исключить или подтвердить коронавирусную инфекцию. Фотехомоничным для коронавирусной инфекции является высокий уровень цели активного протеина и низкий уровень лимфоцитов. Далее обычные госпиталя, которые продолжают работать на прием пациентов на острые и ургентные случаи. Опять же использование технологии Point of Care позволяет лечить то есть те проблемы, которые есть решать и в дополнение с цели активным протеином с оценкой общего анализа крови и тестов на COVID позволяет делать правильную селекцию пациентов. И если мы говорим о показании госпитальной помощи, то наиболее важными картриджами системы ИСТАТ являются картриджи, которые ХЕМ-8 позволяют оценивать биохимию, картриджи, которые позволяют оценивать тропонин, BNP, картриджи, позволяют оценивать газы, крови, электролиты, а также каугология. Почему это важно? Потому что у пациентов, которые получают коронавирусную инфекцию, в части случаев может возникать миокардит, и тогда на фоне миокардита могут проявляться признаки сердечной недостаточности и повреждения кардиомиоцитов возникать, и тогда анализы на тропонин и анализ крови на BNP будут не лишними в плане дифференциальной диагностики. Таким образом, подытоживая выступление, которое посвящено реинжинирингу отделения, приемного отделения, отделения скорой медицинской помощи, необходимо брать внимание, что помимо изменения работы персонала, использования систем Point of Care в сложившихся условиях, оно имеет несколько выгод. С одной стороны, вы ускоряете процесс принятия решений, с другой стороны, пациенты быстрее начинают проходить через отделение скорой медицинской помощи, становятся более удовлетворенными, но и в сложившихся условиях потенциально снижается риск развития контоминации и кросс-инфекции. Спасибо огромное за внимание, с удовольствием отвечу на вопросы. Большое спасибо, Борис Борисович, за интересную лекцию. На этом пятая онлайн-школа Федерации анастезиологов России подходит к завершению. Мы благодарим наших преподавателей, благодарим всех участников. Позвольте мне от лица образовательного центра Петербургского союза врачей поздравить всех с наступающим великим праздником, Днем Победы. До новых встреч, уважаемые коллеги. Следующая трансляция запланирована 16 мая. Продолжение следует...